Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас я уже успешно добиваю базу с помощью своих драконов На 8 ТХ, кстати говоря, оказалось достаточно легко ими атаковать Они у меня уже третьего уровня успели прокачаться И вы видите, что сносят буквально все на повал, ну а помогая, как обычно, буквально парочкой магов, если нужно что-то дозачистить в каких-то уголках Но в целом и времени хватает, и ресурсы удается забирать, ну и учитывая, что есть накопленные очки отдыха, можно эти ресурсы удваивать, что, безусловно, идет только на пользу Также, возможно, вы уже заметили, что мой король выглядит немножко странно, не так, как это было раньше, он превратился в паука, но об этом мы с вами поговорим, наверное, уже в следующем видео И эта тема будет касаться скинов Да-да, они тут тоже есть, называются образы, и это очень классная вещь Но не буду все смешивать кучу, тем более, что атака уже подошла к концу Это значит, что сейчас мы пойдем забирать награду за выполненное задание Используем накопленные очки отдыха и удваиваем заработанные ресурсы После чего возвращаемся на базу, и давайте пойдем забирать нашу награду Итак, у меня уже 100%, как я и говорила, и с правой стороны можно нажать кнопочку «Завершить», «Забрать 9 наград», и, собственно, задание у меня выполнено Возможно, вы обратите внимание, что здесь испытания отрядов имеют разную сложность Вот этого, кстати говоря, в клешке нет Вы можете сами выбрать, какая сложность вам нужна, легкая, обычная или сложная И, в принципе, задание будет тоже вместе с этим меняться То есть, если вам нужно использовать, допустим, 20 сирисов, то на легкой задаче вам нужно будет использовать, ну, к примеру, 5 сирисов, да Если вы хотите задание попроще Ну, и, собственно, медалек вы получите тоже меньше Также есть возможность в течение дня три раза изменить задание, которое вам предлагают, и выбрать то, которое вам интересно Однако, если даже после этого задание, которое вам нужно, не находится, вы можете сменить его впоследствии за гемы Всего лимит заданий в день составляет три штуки То есть, вы можете в течение дня делать три разных задания, но не больше Но, в принципе, этого достаточно для того, чтобы достойно показать свой клан в рейтинге И, кстати говоря, клан, который займет первое место, получает стартовый контейнер, который стоит 99 гемов в магазине И из этого контейнера вы сможете получить очки отдыха и фрагменты карт Об этом всем я также скажу в отдельном ролике, который будет посвящен скинам, ведь это непосредственно связано с ними Также за выполнение задания вы получаете различные награды, чем больше вы выполните, ну, собственно, тем больше и получите Ну, а я тем временем уже могу немножечко прокачать свою базу У меня здесь очень много ресурсов, вы видите, что по фуллу сейчас дарк, по фуллу эликсир Золота тоже достаточно большого количества, поэтому сейчас будем все это дело отправлять в забор Его тоже нужно качать, и он, кстати, здесь вот сейчас очень-очень красивый, такой небесно-голубой Мне очень нравится забор конкретно на этом уровне Ну, и также можно посмотреть, что мы можем взять из магазина Там еще что-то осталось из обороны Вот как раз артиллерия не построена, так что давайте этим как раз и займемся Тем более, что стоит она недорого, я думаю, что мы можем себе это позволить Да, и один свободный строитель не должен у нас, конечно же, простаивать для того, чтобы прокачка была как можно быстрее В общем, все точно так же, как в Clash of Clans, такие же законы действуют и тут Также, думаю, стоит показать мой профиль, как он изменился на текущий момент Как я и сказала, это уже третьи драконы, которых я вовсю использую Так же, как и на восьмом Туанхолле в Clash В Galaxy Control 3D драконы действительно тоже очень хорошая имба Вот еще, кстати говоря, одна атака, которая завершилась с отличным результатом Здесь опять-таки у меня несколько магов Обычно беру четыре штучки для того, чтобы что-нибудь подзачистить с углов Ну и, собственно, те самые драконы, без которых никуда Но, конечно, на восьмом ТХ на одних драконах останавливаться не стоит Впереди еще много планов, в том числе я хочу в ближайшее время открыть Пеку И также прокачать Големов и Хогов для того, чтобы использовать другие миксы К примеру, те же самые Гоу Хо, которые популярны в Clash И хочется посмотреть, как они будут срабатывать здесь Я тоже думаю, что должно все работать очень хорошо Использовать Пек с Големами, если кто помнит Тоже очень давний микс из Clash of Clans, который, кстати, до сих пор актуален Это топ-микс, когда вы используете Големы Пеки Маги Вот хочу то же самое попробовать и в Galaxy Control сделать Может быть, впоследствии еще с Валькириями что-нибудь придумывать В общем, начиная с восьмерки, конечно, появляется новых миксов Все из которых нужно качать Не только для того, чтобы играть именно ТХ-8 Но и чтобы впоследствии у вас эти юниты были прокачаны Потому что, когда вы переходите на новый Туанхол, уже впоследствии на девятку Там, я думаю, драконы будут не так актуальны, как и в Clash of Clans Они потеряют ту мощь, которая есть на восьмерке И перестанут сносить практически любые базы Поэтому с этим учетом стоит прокачивать еще и Големов и Хогов Они на девятке очень хорошо играбельные Я думаю, что в Galaxy Control будет с ними такая же история Ну и, в принципе, последнее, что стоит еще сделать на восьмерке Это, конечно же, прокачать Короля до 10 уровня Он у меня пока всего лишь пятый То есть, считайте, от седьмого Туанхола Поэтому у меня все еще впереди с Королем Так что сейчас буду усиленно фармить Дарк Для того, чтобы поскорее его прокачать Ну и, собственно, на десятом левле уже будет, конечно, куда проще Поэтому не забывайте ставить лайк, если ролик вам понравился Также подписываться на канал, прожимать колокольчик Чтобы не пропускать новые выпуски И вступать в мой отряд Дарк Мастерс На текущий момент он, если не ошибаюсь, всего лишь один такой Но самое главное, просто проверяйте, что глава Клеопатра Свой профиль я вам специально показала Сверяйтесь, чтобы не было фейков Вполне возможно, что они скоро появятся в Galaxy Control Но, по крайней мере, в Clash of Clans их реально очень много Они пытаются кого-то постоянно обманывать Выдавать себя за меня Но, в общем, обязательно все чекайте Проверяйте десять раз, чтобы вы точно попали ко мне Ну а я желаю вам удачи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok